Оказывается, и мы это увидели сами в своих экспериментах, последовательность нуклеотидов ДНК, которая составляет тексты, они еще построены по законам красоты. И если вы делаете простейшую вещь, которую сейчас уже делают, каждый нуклеотид, вот каждая буквочка в генетическом тексте, она имеет определенный спектр, спектр частот. Если ты эти частоты, вот всего четыре буквы ДНК, аденин, гуанин, садзентимин, если ты их перевел на частоты человеческой речи, на килогерцовый диапазон, и ты начинаешь проигрывать молекулу ДНК как нотный стан, как нотную запись, то ты слышишь музыку. Потому что ДНК построена по законам красоты, а музыка построена по законам красоты. А если ты туда ввел неправильные последствия нуклеотидов за счет трансгенных манипуляций, то возникает какафония, которая убивает людей. Сейчас на Западе, особенно в Соединенных Штатах, это целая индустрия, когда продают музыку генов. Вот их, так сказать, привязали к нотным знакам, так как я вам сказал, за счет частот. Более того, белки тоже самое. Белки это копия ДНК, только как бы на другой, переведенный на другой язык. Белки тоже издают музыку. Если это правильный белок, он будет давать правильную, хорошую мелодию. Потому что все в мире построено по законам красоты. Но кроме красоты есть еще хаос, которому биосистема противостоит. Если такой хаос внедряется в молекулы ДНК или в белки, то вы получаете генно-белковую музыку. Не музыку, а генно-белковый хаос, звуковой. А если все правильно, будет прекрасная мелодия. Потому что нормальные гены дают очень просто великолепную мелодию. Вот мы этим занимались и очень много сделали таких программ и давали людям. Каждый человек имеет свою мелодию. Если ты считал информацию, например, с его каплей крови, то это можно превратить в музыку. Более того, все в природе построено по законам гармонии красоты. Это противостоит хаосу. Теперь, когда мы восстановили недостающие обозначения пластин, мы сможем воспроизвести на металлофоне последовательность звуков. У нас есть два варианта возможного порядка нот на пластинах 3 и 7. Вариант CD и вариант DC. Во втором варианте присутствуют явные и стройные гармонические построения в виде двух аккордов – вводного в до-мажор и основного аккорда в тональности до-мажор. А теперь вспоминаем короткометражку «Авэ», когда заключенный после смерти попал в странный коридор междумирья. Вспоминаем также мистического почтальона на велосипеде, обронившего объявление. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Архитектурное бюро. В любом случае звоните. 12 48 75. С 15 до 21. Числа 12, 48 и 75 уже фигурировали в описании металлофона. Так, пластина с надписью H, нота C, обозначалась через числа 4 и 8, в сумме равно 12. Пластина с надписью G, нота Соль, обозначалась через числа 7 и 5, также в сумме 12. Итак, пластина H это 48. Пластина G это 75. У каждой из них сумма чисел равна 12. Число 12 указывает на число звуков в хроматическом звукоряде. Си верхняя, наша H, это 15 звук хроматической гаммы, если вести отсчет от нижней ноты ля. А какой звук 21? Это Фа второй октавы. Смотрим на ноту Фа на металлофоне. Это пластина F. Звонить с 15 до 21 означает бить по пластинам, начиная с H до F. На металлофоне между H, которая Си, и F, которая Фа, находится нота До, Си, До, Фа. Почему именно нота До, а не нота Ре встала на третью пластину, я расскажу в следующей части. Таким образом, звонить с 15 и до 21 означает нажать последовательно ноты Си до Фа, то есть ударить по пластинам H, C и F. Последовательно прозвучит Си до Фа, 9, 3, 6. Номерам пластин соответствующих нотам 4, 3, 2. То есть снова выходим на частоту 432 Гц. Но среди этой информации нет ноты Соль. Почему? Какую тогда информацию дает нам пластина под номером 75? На обе эти пластины ноты автор музыкальной головоломки акцентировал свое особое внимание. Одна из них, центральная, обозначена как H, хотя проще было бы ее обозначить как B. Обычное обозначение ноты Си. Но именно H это вершина, верхняя Си. Это то, что выше совершенства верхние ноты Ля. Завершающий цикл от Ля до Ля. Точно так же, как его завершает число 10 в ряде чисел от 1 до 10. В эзотерическом смысле H равнозначно число 11. Это что-то, что ставит себя превыше всего сущего, превыше обычного земного порядка вещей. Одновременно это 9 по счету нота. Эзотерический H можно условно обозначить как 9-1-1. Нота Соль, обозначенная латинской буквой G, ассоциируется с солью жизни, с самой ее сутью. Помимо этого, само название ноты Соль переводится с латыни как Солнце. И поэтому G можно считать музыкальным солярным символом. Солнцем нотного стана. А что превыше Солнца? Только Творец. На ней стоит знак Божественности. Правда, партитура Сумерки в фильме указывает, что это скорее не Солнце, а Сумерки. То есть ежедневный конец Солнца. Конец Света. Когда противник подбирается и подкручивает, все вокруг рушится. Исчезают целые государства. Употребить до начала битвы конца. Просрочно. Примечательно то, что режиссер Дмитрий в своей зодческой работе перевернул на металлофоне пластину с буквой G вверх ногами. Обратив на это наше особое внимание. Что хотел показать этим трюкам Дмитрий Зодчий? У любой штуки есть разработчик. Что уж говорить о такой штуке как мир. И в любой разработке есть пользовательский интерфейс. Красивые заставки, динамика и тому подобное. А есть интерфейс разработчика. И там не так красиво. Там по делу. Коды. Управление. Но там суть. Дмитрий Зодчи. Символ G отсылает нас к великому архитектору. Признание существования оного как верховной сущности является одним из основных и незыблемых принципов масонов и соответственно иллюминатов. При этом, как правило, принадлежность масона к какой-либо религии не является обязательной. И объявление, адресованное узнику, отсылает его в бюро того самого великого архитектора. Здравствуй, Нео. Кто ты такой? Я главный архитектор. Я создал Матрицу. Ты сообразительнее остальных. Матрица намного старше, чем ты думаешь. Я предпочитаю лимитировать эпоху Матрицы очередным системным сбоем. И в таком случае это уже шестая версия. Ты меня слушаешь, Нео? Или смотришь на девицу в красном? Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить с сердцем. И вытянуть их из зоны влияния противника. Все вмиг засияет. Осталось только додуматься, как их заставить. Сегодня у нас в гостях известный эксперт. А вот как раз идеи у нас полным-полной. Мы хотели бы их реализовать. У нас идеи более чем достаточно. Главное, телефон для связи. Пирамида. Да нет, это у меня кукушка. Это окно называется кукушка. У меня кукуха на месте. Внимательно смотри вокруг и различай. Главное, телефон для связи с архитектурным бюро стоит. Самое важное. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Когда закончим строительство, мы приступим к съемкам. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. Главное, телефон для связи. На самом деле нам нужно много чего. Нам нужен лес, нам нужен металл для перекрытия. У меня кукуха на месте. Старые друзья. И цемент нужен, и клей для плитки нужен. Другому моргнул, а третий и сам догадается. И бытовые всякие мелочи нужны. Много чего еще предстоит. Строительство еще идет. И обустройство идет. И реквизит нам нужен. Как же быть? Науськивание, очковтирательство. Главное, телефон для связи. У меня кукуха на месте. Готовится интервью Дмитрия Зочева. На какие-то вопросы он ответит. Главное, телефон для связи. Будет сделано. Служу стабильности. Видишь вокруг смысла? Я не вижу. А они есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok